Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу «Записки верующего» Владимира Марцинковского. Вот она так выглядит. Заголовок «Дети улицы». В 1918 году в Самаре была введена в целях охранения имущества обывателей обязательная гражданская самоохрана на улицах в ночное время. Эта повинность приравнилась к военной. Из-за уклонения от нее репсовет угрожал карой, как было оповещено в декретах, расклеенных по улицам. Однажды поздно, возвращаясь домой, я застал своего хозяина инженера Хэ на улице в дворницком тулупе с винтовкой в руках. Вскоре пришла и моя очередь, и я был вызван, повесткой в комитет нашего квартала. Явившись к председателю, я объяснил, что по своим религиозным убеждениям я не могу употреблять оружие. Председатель, санитарный врач Хэ, человек очень интеллигентный, хорошо понял меня и даже выразил некоторое сочувствие моим религиозным взглядам. Но все же заявил, что он никак не может сделать мне исключение и освободить меня от самоохраны. Я понимаю, что исключение было бы несправедливым, но я предлагаю со своей стороны заменить этот труд другим. Я буду собирать детей улицы по воскресеньям и бесплатно буду учить их, вести с ними просветительные чтения, беседы и тому подобное. Вот эта идея воскликнуть с чувством удовлетворения доктор. Так вы приходите на наше заседание и сообщите свой проект, а я поддержу вас. В назначенное время я пришел в комитет. Присутствовало несколько человек. Доктор сообщил в нескольких словах о моем ходатайстве и о проекте воскресной школы. Он будет обучать наших детей. — Ну что же, мы согласны, — сказали рабочие. Пусть чай обучает ребят, уму и разуму учит. Но только сегодня, товарищ, вам придется отдежурить. Вы уже записаны. — Ну хорошо, да только без оружия. Вечером я пришел для отбывания дежурством. Старший вручает мне свисток. В случае заметите вора, свистком вызовите других караульных. — Ну нет, так я не согласен. Это значит, что я же буду стрелять в посягающих на нашу собственность. Да только чужими руками нет уж увольте. Да будьте спокойны. Ничего не случится и без свистка. Была лунная ночь. Я с удовольствием отгулял положенные часы. Благо, ко мне в собеседнике присоединился другой дежурный, вооруженную винтовкой. Мы все время проговорили с ним. И как обыкновенно легко случается в разговоре русских людей, перешли на глубокие темы о жизни, о Боге. Никто не нарушал наши беседы. Она помогла нам бодрствовать в ночное время. Да может быть и воров, если таковые покушались на наш квартал, отогнала. Конечно, за детей улицы я взялся не только в качестве средства откопаться, а от самоохраны укопаться. Это желание всегда было близко мне, как педагогу. А теперь в особенности, когда я наблюдал картины уличной жизни детей. Оно превратилось даже в чувство серьезной ответственности. В годы тяжкой работы за существование семейной жизни вообще пошатнулось. Религиозное воспитание было устранено из школы. Не в том беда, что религия была отделена от государственной школы. Это было даже хорошо. Ибо религия в такой школе превращалась обычно в казенную учебу и часто становилась место источника вдохновения предметом скуки. А то было плохо, что религия и вне школы нигде детям не прививалась. В Новой Зеландии уже за много лет перед этим религия была отделена от школы. Но она стала раскрываться детям вне государственной школы. В храмах и вероисповедных школах. В обстановке свободы и обоедуодного интереса со стороны учащих и учащихся. В результате в Новой Зеландии религиозное население только поднялось и углубилось. В книге, посвященной характеристике этой страны, Межуев сообщает, что там храмов в три раза больше, чем в Москве, с ее 40-40. Это при полном отделении церкви от государства и церкви от школы религия не боится полной свободы от государственной опеки. Наоборот, она нуждается в такой свободе, как пламя в кислороде. Подпорки и государственные привилегии, создающие в конце концов принудительную господствующую церковь, всегда были золотой цепью, удушающей существо религии, свободу, творчество, вдохновение и энтузиазм. Итак, в тяжелые дни революции дети были предоставлены сами себе или нередко подвергались воздействию материализма и атеизма, а то и просто улицы. Дети улицы всегда были в больших городах. Теперь, после Великой войны и гражданского междоусобия, число этих беспризорных элементов увеличилось. В ближайшее воскресенье мы, то есть я и член нашего студенческого кружка, назначили собрание детей. Пригласили мы их посредством объявлений, розданных на базарах, у выхода из церкви и тому подобное. Помещение предоставил нам на свой риск заведующий одной из городских школ. Мы могли воспользоваться последней внеучебное время, по воскресеньям, в течение двух часов. Я имел целый кадр сотрудников, студентов и студентов. Некоторые из них были педагогическими и учительницами. Одна слепая, очень опытная учительница была среди нашего педагогического персонала. В назначенный час школа гудела, извинела от множества детских голосов. Пришли дети улицы, а некоторых привели их родители. Собрание началось общим пением молитвы «Царю небесный». Дети пели охотно и стройно. Я помогал пению игрой на скрипке. Затем я прочитал им отрывок из Евангелия, объяснил его примерами из жизни, перебивая рассказ вопросами, обращенными к ученикам. В конце собрания мы нараспев заучивали основное изречение «Жемчужину» из данного текста. Например, «Налечешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Матфей 1, глава 21 стих. В следующие разы мы повторяли стихи предыдущих уроков. В результате накоплялась в памяти детей «Жемчужное ожерелье». Некоторые дети поражали мне своей памятью. Они воспроизводили безошибочные стихи, заученные в течение месяцев. Эти же стихи раздавались детям в письменном виде, на листочках. Они брали их с собой для повторения дома. И, кстати, заносили искры Евангелия в свои семьи, своим родителям и родным. Христос любит детей. И дети всегда загораются ответ на любовь ко Христу. Как радостно было видеть их рвение, смышленность в понимании слов Христа. Каким чистым восторгом светились детские личики, еще не совсем испорченные пагубным влиянием улицы. После чтения Евангелия дети пели какую-либо русскую песню под скрипку. Затем я или кто-либо из сотрудников читал художественный рассказ, который должен был служить иллюстрацией для евангельского слова. «Где любовь, там и Бог» Льва Толстого, капитан Боб Жуковского, Сигнал, Гаршина и тому подобное. Чтение сопровождалось вопросами, которые служили и для проверки понимания, и для пробуждения большей внимательности и сообразительности со стороны детей. Помню, однажды я прочитал детям поговорку «На бедного Макара все шишки валятся». «Как помочь Макару?» спросил я. «Не садись под елку», ответила милыхолично одна девочка среди всеобщей тишины. В конце собрания мы все вместе пели «Отче наш». Мы собирали детей в несколько классов по возрастам. Вскоре помещение было настолько переполнено, что мы организовали другую такую же школу в другой части Самары. Всего детей приходило в обе школы до 300. Конечно, особенно многое их приходило на Рождество, когда мы устраивали для них елку и туманные картины. В большом классе стояла в углу большая икона, и на ней был изображен Христос, благословляющий детей. Во время молитвы дети по православной обычаю поворачивались к ней. Однажды иконы в классе не оказалось. Она была удалена в порядке изъятия из государственных учреждений всех предметов культа. Когда мы встали на молитву, некоторые из детей сказали «Как же теперь молиться? Иконы нету?» Тут заговорила слепая учительница «Дети, а как же мне-то быть? Ведь я слепая и никогда не вижу никакой иконы. Значит, мне и не молиться». Дети задумались «Бог в душе», сказал тихо какой-то мальчик. «Ну вот видите, так и Христос говорит, Бог есть дух. В Евангелии сказано, Бога никто не видел никогда». Дети поняли и они пели молитву с обычным одушевлением. Вообще, я поражался, как дети просто усваивают глубокие истинные религии. Не потому ли сказано «Будьте как дети?» Наши беседы носили практический характер, поскольку мы касались применения христианства в жизни. При этом дети со свойственной им откровенностью рассказывали о своих неудачах в старании жить по Божьим. Чистосердечная каяли в своих детских проступках, драках, ссорах, сквернословии. В будни учащие посещали некоторые семьи, дети которых к нам приходили. Завязывалась связь с родителями, укреплялось взаимное доверие и влияние школы. Родители приходили в школу и громко выражали нам благодарность, так как они видели благотворное влияние Евангелия в жизни детей. Однажды я разъяснял детям цель воскресной школы, отчасти для родителей, которые тут же присутствовали. Дети, кто скажет, для чего нам воскресная школа? Сидевший впереди мальчик, очень шустрый и беспокойный, с плохой репутацией, бойко ответил, воскресная школа для того, чтобы дети воскресли. Лучшее определение не придумать и взрослым. Заголовок Лекции против атеизма С течением времени мои открытые лекции стали привлекать все большее внимание и приобретать, так сказать, общественное значение ввиду того, что я говорил как раз под тем же основным вопросом религии, по которым партийные лекторы атеисты всенародно провозглашали свои отрицательные ответы в духе безбожия и антихристианства. В народе среди молодежи и в частности среди студенчества естественно обострялась жажда разобраться в этих вопросах и услышать обоснование мнения со стороны верующих. Спор о Боге всеострее и глубже разыгрывался в русской душе, становясь центральной темой повседневной прессы, научных лекций и митинговых речей, привлекая гораздо большее внимание, чем очередные политические и экономические вопросы. Пришла пора открытых антирелигиозных лекций и диспутов. И волей-неволей мне пришлось открыто столкнуться с проповедниками безбожия. Такого рода выступления я предпринял в особенности с переездом в Самару. Идя на встречу с современным запросом молодежи, я читал в Самаре в 1918-1919 годах цикл лекций по вопросам этики и религии в доме юношества, иногда в местном университете. Студенты, посещавшие эти лекции в большом количестве, подали петицию в совет университета в связи с вызванным этими лекциями интересом к этике, прося открыть при кафедре философии также курс этики и поручить этот предмет известному профессору философии И, а в случае, если это будет неудобно, то предоставить его мне. Совет профессоров еще старого состава в порядке академической автономии избрал меня преподавателем этики. В университете особенно много студенчества привлекла моя лекция о проблеме братства и коммуны. Причем я доказывал, что люди лишь тогда становятся братьями, когда находят одного отца через Христа. Эта же лекция была повторена в местном почтовом клубе. Дальнейшее выступление на эту тему было отклонено местными распоряжениями. В официальной бумаге было сказано «Лекция не в духе времени». Между тем антирелигиозная пропаганда разгоралась. Появились книжки вроде «Азбука коммунизма» Бухарина, где заявлялось, что вера в Бога есть выдумка буржуев. В это время открылись так называемые районные рабочие клубы с просветительной целью. В один из них я был приглашен прочесть лекцию «Диспут о религии». Я назначил тему «Можем ли мы жить без Христа?» Подходя к зданию я увидел толпу и даже милиционеров. Множество слушателей не могло войти в зал. Они запрудили лестницу. Я кое-как добрался до двери с черного хода. Провожавший меня постучал в дверь. «Пусти!» Филимонович пришел. Толпа зашумела. «Какой там еще Филимонович?» «Два часа тут стоим!» «Становись в очередь!» Когда выяснилось, что пришел лектор, ропа сменился дружным смехом. Через некоторое время я вторично прочел эту же лекцию в одном из больших залов, принадлежащих университету. Зал, вмещавший человек 700, был полон. Несмотря на то, что вход был платный, в этой лекции, обращаясь к власти, я сказал приблизительно так. «Не дело представителей власти пропагандировать атеизм. Поступать так от ее имени значит ее компрометировать. Она должна быть нейтральной уже и в силу отделения церкви от государства». Упомянутый в псалмах Давида безумец сказал лишь «в сердце своем нет Бога, а наши атеисты провозглашают это на улицах и площадях». Да и в сердце своем атеист может говорить лишь то, что нет Бога в его опыте, в его душе. Но он не имеет никакого логического и нравственного права утверждать, что Бога нет в опыте других людей и в бытии вообще. Всенародное заявление, что нет Бога, есть преступная ложь. Отнимая у народа веру в Бога, вы разоряете душу народа, режете сук, на котором сами сидите, и подрываете основу того самого общественного идеала, который проповедуете. Этим вы сами способствуете провалу и краху социализма в России. Во время премии мне было сказано, что книжки вроде «Азбука коммунизма», так и «Атеистическая пропаганда» есть работа не власти, а коммунистической партии. Лекция кончилась. Вместе с двумя друзьями я ждал, пока публика разойдется. На эстраду вошел человек в военной форме и спросил меня «Товарищ лектор, как вы получили разрешение на эту лекцию? У вас оно имеется?» Мой друг предъявил бумагу от милиции «Вам придется пойти со мной для некоторых объяснений». «Куда?» спросил я. «Тут недалеко». Мы пошли. Мой друг запротестовал и спросил солдата «А у вас есть документ на право ареста?» «Вот вам мой документ». С видимым раздражением сказал вынимая револьер «Идите вперед!» До этого момента мы следовали за ним сзади. Было ясно, что нас ведут через вычайку. Мы вошли в канцелярию. В глубоком кресле сидел развалясь молодой человек в красной фуражке. Запрокинув назад голову, он сказал смеясь «Ага, вот главного привели! Скажите, товарищ, и вы в самом деле верите, что Бог есть?» «Я удивляюсь, что вы этому не верите», сказал я. У стола стоял юноша лет восемнадцати с красной звездой на фуражке. Он резко обрушился на меня. «Это все суеверие! Есть только природа, солнце, луна, звезды, а Бога никакого нет!» «Товарищ, в солнце, луну и звезды верили наши правобытные предки, а мы верим в того, кто их создал», ответил я. На диване сидел еще один чекист, внимательно следивший за беседой. «Ну слушай», сказал он, обращаясь к спорившему со мной юноше, «я тоже не верю в Бога, но так не позволил бы себе говорить о нем, как ты». «Товарищ учитель, этот вопрос изучал». «А ты мало в этом понимаешь». Нам дали заполнить арестный лист, где, когда арестовали и тому подобное. Вошел человек в черном штатском платье, как оказалось своим доносом вызвавши наш арест. «В чем вы обвиняете М?» спросил его начальник в красной шапке. «В агитация против советской власти». Я спросил его, «А вы, гражданин, всю лекцию выслушали?» «Нет, не всю, но это не важно. Вы дурачили народ проповеди Евангелия, называли Серафима святым, а ведь Евангелие попы выдумали». «А вы Евангелие читали?» «Конечно читал, даже по-гречески». «По-гречески?» Во мне проснулся дух педагога. «Ну скажите хотя бы, как начинается Евангелие от Яна по-гречески». Экзаменуемый сругу не отошел и сел на диван при дружном смехе со товарищей. Начальник подшучивал надо мной. «Что, устали, товарищ, после лекции?» «Да, устал, в горле пересохло. Прикажите самоварчик поставить». «Самоварчик?» «Ха-ха!» «Что же это можно?» «Что же это можно?» «Иван, сходи-ка в подвал». «Там полечка одна сидит». «Полечка» «Скажи-ка ей, чтоб самовар поставила». «Волечка». «Чаем мы не дождались. Нас сдали конвойному и мы пошли в знаменитый подвал». «Это было маленькое темное помещение, прежде служившее для склада дров при центральном отоплении дома. Небольшие окна на улицу были заколочены досками. Помещение было освещено электрической лампочкой. В переднем коридорчике сидели вооруженные караульные мадьяры. Мы вошли. На деревянной настилке на полу было человек пятнадцать. У каждого изголовьем служила полена. «Христос воскресе!» сказал один из моих друзей. Пасха была недавно. Ответа не последовало. Но все на нас воззрились. «Вы по какому делу?» Мы рассказали. В камере царило большое волнение. Какой-то мещанин с бледным как стена лицом ходил быстро взад и вперед, как зверь в клетке. «Чего ты все бегаешь?» спросили его. «От волны? Уж лучше бы скорее к стенке». Время было тревожное. Город был в полосе фронта. Действовали чрезвычайные полномочия. Какая-то барышня попала за то, что в вагоне читалось журнал юмористические стихи о Ленине. Она услышала мою фамилию. Марцинковский? Вот случай. А я приехал из Москвы, искала вас. Ваш брат, с которым я вместе служил в банке в Москве, просил меня передать вам, что он уезжает. Была ночь. Сонные мадьяры пили черный кофе. Мы вышли к ним в коридор. Они и нам предложили кофе и хлеба. Я заговорил с караульным, стоявшим у дверей. Он охотно рассказал мне ломанным языком о своих родных и о родине, с которыми он давно уже был разлучен. Глубокая ночь. Мы почитали втроем Евангелие, безмолвно помолились. Я расположился на ночь, прислонив голову к полену. Много мыслей теснилось душе. Вспоминалась мать, Москва. Стало себя жалко. Стук автомобиля под окном. Кто-то приехал. Может быть брать на корове остров? Там происходили расстрелы. Открывается дверь, входит человек и вызывает одного из моих друзей, потом другого. Только часов в 11 утра вызвали меня оказываться к следователю. Вы агитировали против власти? Нет, я говорил против атеизма, указан на его разрушающее влияние. И утверждал, что не дело власти заниматься пропагандой атеизма. Итак, вы, сказал он, обращаясь к моим друзьям, свободны. А что же М? спросил один из моих знакомых. Если вы его не отпустите, то и мы не пойдем. И он пойдет только с подпиской. Какой? спросил я. А вот они выезды из Самары и о явке при первом требовании в Чеку. А лекции читать могу? Можете. Я дал подписку. Мы вышли на воздух и солнце. Боже, какое счастье еще пожить на этой земле, еще увидеть родных и друзей и разделить вместе радость свидания. Как-то после этого я встретил на улице агента Чеки, подоносы которого я был арестован. Я поздоровался с ним. Он ответил мне с улыбкой смущения на лице. Я пожарил за неумение различать религию от политики. Через неделю после ареста, то есть 18 мая 1919 года, согласно объявлению, сделанному на предыдущей лекции, я должен был ее повторить уже в третий раз, так как многим желающим войти пришлось отказать. Все билеты были распроданы. Теперь зал был очень полон. Присутствовало много коммунистов, в том числе и известные деятели из их рядов. Атеист брат Анатолий был в числе возражающих. После лекции один из видных коммунистов Эл сказал, да тут ничего нет против власти. И так оправдался поступок следователя Чеки, который отпустил меня на свободу. На эту лекцию я пришел больной с повышенной температурой. В перерыве за кулисами я сидел в изнеможении. Вторую половину я провел, собрав последние силы. Бог помог довести собрание до конца. Так что, когда я был на эстраде, мое физическое состояние не было заметно. Домой я шел часто, садясь на улице, на ступеньках у крылец. Затем слег в постель. Оказался тиф, в очень сильной форме. Организм боролся со смертью. Меня соборовали. Это таинство или освещение обычно совершается в час смертной опасности и рассматривается как приготовление к смерти. Хотя все содержания молитв и читаемых мест из Евангелия говорит об исцелении. Даже существует поверье, что тот, кто выздоровел после соборования, уже рассматривает как человек нездешний. Такая девушка в селе рискует уже остаться одинокой. Ее боятся взять замуж. С Божьей помощью я выздоровел. Во время моей болезни один из членов исполкома К прочел лекцию на мою же тему. Можем мы жить без Христа. Я читал отчет о ней в газете. Лектор говорил, что мы не только можем жить без Христа, но мы даже не можем жить с Ним, так их его учение неосуществимо и во всяком случае устарело. Через некоторое время в Самаре случились два самоубийства. Два коммуниста покончили с собой на почве пьянства и растраты казенных денег. Один из них был тот же лектор К. Можете себе представить, какое впечатление это произвело на самарскую публику, сообщая, этот факт не для того, чтобы бросить камень упрека на могилу трагически погибшего человека. Во всяком случае эта смерть есть печальная, но убедительная доказательство того, что не религия есть опиум для народа, но с устранением религии народ ищет дурмана, чтобы заглушить пустоту и томление духа. Без религии человек расточает и общественное добро и самую свою жизнь, ибо теряет нравственную опору и веру смысл бытия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.